Сто процентов партнерство расходится. Сто процентов. Все партнерства расходятся. Потому что если у нас с тобой в партнерстве нет разногласий, значит кто-то из нас лишний. Примеры, которые приводишь, они с одной стороны взрывают и такой, надо подумать, надо поговорить на эту тему. Не очевидно для многих, что расход это всегда очень сильная убыточность. Какие схемы расхождения есть, какие присутствуют на основе своего опыта, каким образом решается? Ты говоришь, вот ты урод, я просто все выходные делаю это. Слышь, акционеры, иди отсюда. Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Я рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем мышление инвесторов. Говорим о том, куда инвестировать в непростые времена, каким образом увеличивать доход. У нас очень большой резонанс вызвало видео с Дмитрием Грицем, когда мы говорили о богатстве семьи. Когда мы говорили о конституции, необходимости написания конституции семьи, как она пишется, по каким правилам и зачем это нужно. И сегодня я снова пригласил Диму. Дим, приветствую. Привет, Максим. Сегодня хотелось бы поговорить о партнерствах, о бизнесе, о том, в моей картине мира нужно делать бизнес, да, если там денег нет совсем, нужно бизнес делать немедленно. Существует такое представление, что бизнес нужно делать в партнерстве. То есть вот я проходил курс тандемократии в Сколково, где как раз познакомились с тобой, связанный с тем, что когда объединяются два человека, объединенные общей идеей, общей ценностями, общей миссией, они создают тандем. И основной эффект тандема заключается в том, что это синергетический эффект. Один плюс один равно одиннадцать. Что люди дополняют друг друга и вместе они делают что-то такое большое. И почему сегодня пригласил, потому что ты являешься специалистом по как раз-таки, как это правильно сказать? По строению бизнес-партнерства. По строению бизнес-партнерства, потому что, если говорить про мой собственный опыт, я пытался в общей сложности, готовился к до встречи, посчитать, сколько у меня было партнерств. Их было четыре. И в принципе то, что я ушел с наемной работы в собственный бизнес, в образование, в обучение, это благодаря еще одному человеку. То есть, может быть, тогда я не называл его партнером, но я благодарен, что это произошло. По моим оценкам партнерства, мои личные партнерства живут где-то полтора-два с половиной года. Через полтора-два с половиной года происходит какое-то, что-то внутри ломается. И если говорить о первом партнерстве, ситуация была такая, что человек, который поверил в меня, который сказал, слушай, у тебя есть классная экспертиза, у меня есть клиенты, которые готовы тебя послушать, поделись с ними, давай непосредственно на этом заработаем. Мы говорим, давай поделимся, сделаем. Собрали совместное мероприятие, человек говорит, полностью клиенты все на мне, я сам все собираю, я сам вкладываюсь, письма отправляю, прозваниваем, встречаемся, половину времени выступаю я, половину времени выступаешь ты. После этого, соответственно, рассказываем, что где и как, да, даем возможность, ну, то есть следующий шаг, что сделать, чтобы, может быть, кто-то хочет, пойдет дальше непосредственно работать. Все классно, полетели, просто понравилось, через квартал повторили, еще через квартал повторили. А через два года я себя поймал на том, что, ну, то есть в голове некое такое, в золотом теренке, когда это самое, когда Паниковский и Шура Воробянинов делили у корейки украденные деньги. Шура кричал, по справедливости, да, то есть все по справедливости, да, а Козлевичу, да, и Паниковский делил, каким образом. И здесь получается, вот у меня, вот я такой, как Шура, да, то есть по справедливости надо, где справедливость, потому что было изначально, да, ситуация связана, что на человеке продажи, организация, проведение. Через два года я понимаю, что там тексты подготовь, непосредственно отправь, сам проведи, меня даже не будет, да, а условия те же самые, 50 на 50, и еще такое. Кто-то скажет жадность, да, но у меня внутри. Чувство справедливости. Чувство справедливости, ну, то есть как так вот, вот как так произошло. А на какой, на какой срок, подожди, не рассказывай до конца историю, давай мы, здесь много есть аспектов. А на какой срок договорились, что с него тексты, выступления, вот все, что тебе перечислили? Не было. То есть на всю жизнь? Да. И... И ты на всю жизнь? И, да. И ты на всю жизнь, все обязательства, которые ты тоже пишешь тексты, у тебя экспертиза, ты выступаешь, это тоже на всю жизнь? Я выступаю, моя, моя экспертиза, да, то есть я выступаю 50 на 50. Понял. А выступления всю жизнь? Вообще сроки не оговаривались. Ну, если не оговаривались, значит, либо ну, либо всю жизнь? получается. Получается на всю жизнь. А много ты вообще обязательств берешь на всю жизнь? Я сейчас вот как раз-таки вот это на всю жизнь, для меня очень серьезно отложилось в голове. Если людей беру на работу, на один месяц испытательный срок, на три месяца более испытательный срок, да, там по деньгам, чтобы обид никаких не было, были договоренности. Да, да, это просто, когда сроки не обсуждают, то это на всю жизнь, а когда на всю жизнь, тогда непонятно, какая, ну, это же нереалистично, ну, по-честному, по-честному нереалистично договориться, что ты всю жизнь будешь делать одно и то же, и всю жизнь, если ты это делаешь, то ты это получаешь. То есть нет никакого срока, который ты, отработав, заслужил себе право получать какой-то пассивный доход, часть, ну, вот этих денег. Может, не всю, 50%, но, например, не знаю, после года у меня 10%, 100%. То есть если я через год устал выступать, то я продолжаю получать 10%, просто потому, что я год вкладывал в это, дал этому импульс. Через два, двадцать, через три, тридцать, через пять, пятьдесят, и дальше она не увеличивается. То есть я пять лет выработал вольную, и через пять лет я сказал, что через пять лет и один день все мои следующие выступления, пожалуйста, за гонорар, как будто бы мы приглашаем какого-то другого эксперта, к примеру. И я, как бы, выступаю. В целом, наверное, через пять лет эта машинка бы ехала таким образом, что там можно было платить гонорар тому, кто выступает, и никто бы не чувствовал какие-то вопросы несправедливости. У меня не было такого договора на всю жизнь. Это как раз-таки третье партнерство, которое тоже, в принципе, распалось. Но там как раз-таки получается, было, знаешь, вот некий такой пример, все равно оно пересекается с семейными отношениями. И получается, я встречаюсь с человеком, и мы начинаем строить партнерство. Я ему задал вопрос, что должно произойти между нами, что вот у нас распадется партнерство, и мы вынуждены будем расходиться, и если будем расходиться, то на каких условиях? Человек, он вообще дистанцировался, он такой сказал, у тебя жена есть? Я говорю, есть. А ты вот с ней брачный контракт подписал? Я говорю, ну нет, не подписал. Он говорит, ну вот если мы женимся, то предполагается, что мы проживем всю жизнь в браке. Но при этом даже условий, потому что в браке хотя бы есть законодательство, семейный кодекс, где 50 на 50. У нас же этого не было. И количество времени, это был 2020 год, получается полтора года ушло на то, чтобы просто потом согласовать, а кто же какой вклад внес, а как же мне обезопасить? Потому что у меня тут вообще возник страх такой. На человеке вообще был весь продакшен, все продвижение, весь таргетинг, все написание, да. И я понимал, что я просто по сути эксперт, который остается, ну человек уйдет, даже если оставит людей, у него есть клиентская база, у него есть смыслы, у него есть упаковки. Он пойдет просто к конкурентам и там условно клиентскую базу заберет, да, и я опять в пролете, да. И у меня страх с одной стороны, и опять у нас вот эта вот договоренность нет. То есть, когда человек на той стороне, да, то есть с кем договариваюсь, он ставит вот так вот вопрос. Слушай, ну вот мы же женимся, мы же предполагается, что всю жизнь проживем. Да. Это интересная манипуляция. Потому что я думаю, и мы это обсуждали в прошлом видео, что брачный договор – это акт любви и заботы. И о твоем супруге, и о твоих близких, и в общем обо всем. И завещание тоже акт любви и заботы. И поэтому в тот момент, когда говорят, а зачем нам брачный договор, ведь у нас союз на всю жизнь. Я, например, на это отвечаю так, что мы можем с тобой быть в разных формах отношений. Мы можем остаться супругами всю жизнь и родителями. А мы можем перестать быть супругами по какой-то причине, но остаться родителями всю жизнь. А мы можем остаться, допустим, у нас нет детей, мы можем быть супругами, а если мы перестали быть супругами, мы можем остаться близкими друг другу людьми, которые всегда можно положиться на плечо. Любовь прошла, мы поняли, что там мы не любим друг друга. Ну, не знаю, короче, разные бывают ситуации, но можно ли, прекратив бизнес-партнерство или брачно-семейные отношения, можно ли остаться в хороших отношениях? Вот я считаю, что если я по-настоящему люблю человека, то я хотел бы, что бы ни случилось ни в ее жизни, ни в моей, ни в наших эгоцентричных системах, ни в чем-то другом, мы бы все равно остались в хороших отношениях. И вот чтобы в будущем оставить хорошие отношения, нужно договориться о возможных потенциальных переходах из одной формы в другую форму. Нужно допустить, что если у нас бизнес вдруг не пойдет, модель не полетела, государство запретило такой бизнес, не знаю, там, вы делали какие-нибудь курсы, они ввели какой-нибудь там мораторий на инфокурсы и всякое такое, к чему, собственно, сейчас идем, и поэтому что-то такое случилось. Да, и вы сказали, что, короче, не делаем этот курс. Что в этот момент? Никто из вас не виноват, но бизнес ваш закончился. И, значит, в этот момент нужно как бы понять, как сохранить отношения, при том, что никто никого не хочет кидать. Вы не делаете уже курс, абсолютно точно. И этот кусок бизнеса, нужно с этим контентом как-то поступить. И поэтому, на самом деле, когда говорят, как будем расходиться? Ну, ты первый вопрос задал, что может случиться, если, чтобы мы разошлись? И я его сейчас отдельно обсужу. Классный вопрос, я его чуть-чуть расстрою. Но вторую часть, во-первых, их нужно по частям как бы разделять. Второе, как будем расходиться? Твой партнер манипулятивно отвечает, перебрасывая аналогию на нечто святое, на семью. А он бы еще родителей сказал. Я сказал бы, вот ты с родителями как собираешься расходиться? Никак? Ну вот. Но, строго-то говоря, сепаративность свою, нужно признавать свою субъектность как человека. И поэтому мы не объединяемся, и все, все твое мое, а все мое твое. Это не так. Так. И на самом деле это иллюзия или, скорее всего, специальная манипуляция так мыслить. Поэтому о том, как будем расходиться, как будем делить любую часть проекта, которая бы у нас не закончилась, очень правильно и очень важно обсуждать, когда все классно. В конфетно-букетном периоде. В этот момент нужно обсуждать. Потому что в этот момент, в конфетно-букетном периоде, ты можешь быть слишком добрый, и поэтому ты скажешь, что все будет твоим, например. Очарование. Да, да. В этом смысле я согласен. Забираю, вот как бы я высказал. Я скорее ошибся, не нужно в период очарования, но в период конструктивной, созидательной работы нужно. Когда еще нет разногласий, когда еще все прекрасно, и нет никакой мысли ни у единого человека о том, как мы будем расходиться, в этот момент нужно сесть и придумать, как мы будем сохранять отношения нормальных людей, конструктивно-созидательных, не делая вместе бизнес. И если мы придумаем какой-то сценарий в хорошем состоянии духа о том, как мы будем расходиться, грубо говоря, и мы последуем этому сценарию, то, скорее всего, очень короткий период времени мы будем друг к другу как-то, ну, типа разошлись, какая-то такая, ну, из-за того, что, какая-то притирка, но из-за того, что мы все правильно сделали, вот то, как договорились, то вернуться в новый проект в другой конфигурации, порекомендовать друг друга какому-то проекту. Короче, ты просто остаешься в хороших отношениях. И поэтому я убежден, что вот этот сценарий, как будем расходиться, очень важно создать, когда вот конструктивно создать отношения. Смотри, ну, если мы говорим про брак, почему-то у меня складывается это не вопрос влюбленности, а когда уже штампы в паспорте поставлены и медовый месяц. Условно, как бы все успокоены, там, девушки получили свое. Мужчина все-таки согласился, что он потерял свободу, потому что любовь. И интересно, ты позиционируешь брак. Да. Интересно, потому что, может быть, мужчина наконец-таки получил свое, а девушка такая, блин, он потерял свободу. Слушай, мы пересматриваем каждый год нашу свадьбу, да, и вот это вот подписание, поставить подписью. По твоему взгляду, понятно. Крупным планом мое лицо такое, да, я такой, блин, надо. Я понял. Сейчас совсем, естественно, по-другому. У кого-то бывает наоборот, но интересное толкование, да. Да, да, но я думаю, что это личный опыт. Это личный опыт, но это вопрос, каким образом вот эту вот нормальность определить, что это не очарование еще, и в бизнесе тоже, да, что это не очарование. Это когда полетели, это когда вышли на рентабельность, когда вышли на окупаемость. Ну, то есть вот какие-то характеристики, чтобы условно мы понимали, что это не очарование еще идет партнерам, какой ты классный, какой ты эксперт, например, да, как ты это классно делаешь, и вот мы сейчас полетим из моей стороны. Или уже вот остывание началось, да, то есть уже некие мысли начинают закрадываться. Нет, нет, я думаю, что реалистичность такая. Вот мы с тобой в партнерстве, и я еще с тобой не начал разговаривать, но я такой говорю, когда у нас вот такой духоподъемный совсем период пройдет, поговорим про всякие там вопросы. Ты такой, ну, важно поговорить. У тебя тоже опыт, у меня опыт. И я просто хожу мыслю и такой, вот мы там снимаем какой-то контент, мы снимаем там, делаем какие-то, у нас есть какие-то общие клиенты, какое-то сопровождение, ведение, family office, что-нибудь еще. И я такой, а как вот мы бы расходились? И я прикидываю какую-то схему, как расходиться, и проверить ее на то, что я с тобой не очарованный, я не слишком добр, показать ее моей супруге. Просто прийти и сказать, Даш, посмотри, вот так я хотел бы разойтись, как тебе? И если она, ну, супруги тоже бывают разные, если супруги, а ты что, все у него забери, или ты что, все отдай, там тоже перекосы. Но в целом показать какому-то человеку, который достаточно близок к тебе, у которого есть все-таки какой-то интерес в этом, сколько у тебя останется, потому что у нас там это совместно нажитое имущество. Если я все отдам, она такая, ничего себе, и все такое. И она просто посмотрит и скажет, ну, кажется, плюс-минус справедливое, плюс-минус там что-то нормальное. Потому что сам эффект очарованности не столь страшен. Страшно, что ты как бы согласишься на что-то, о чем потом пожалеешь. И вот нужно как бы просто примерить, не пожалеешь ли ты об этом. Если у тебя, например, нет такого человека, то я бы посмотрел бы на этот сценарий и задался вопросом. Представь, что он сделал такое, ну, как бы просто черный пиар, все такое, там, на тебя нагнал, и все такое. Вот ты вот так бы поделил или нет? Наверное, очарованный сценарий, это типа, да все, останется у тебя, мне там почти ничего не надо. Вот такие сценарии не надо допускать, потому что они нереалистичные. И они, вот эта доброта, она, на самом деле, играет со всеми злую шутку. Потому что потом человек с помощью своего левополушарного интерпетатора мозга, эго, он вырабатывает причины, почему он тогда на что-то согласился. Скорее всего, он будет искать причины в тебе, он скажет, да слушай, он меня там обманул, ввел в заблуждение. Придумает себе историю, которая была или не была, он ее интерпретирует. Короче, самого себя не надо загонять в такие рамки, поэтому сильно добрым вопросик, как будем расходиться, не надо быть. Нужно, как бы, примерно справедливо разделить этот бизнес или придумать способ выкупа взаимного, там, о чем-то договориться, о том, кто как будет выкупать или какая механика будет у этого, или как мы определим стоимость этого или еще что-нибудь. Ну, собственно, по этому поводу вот так договориться. Но, знаешь, вот ты два вопроса сказал, как будем расходиться. И первый, что будет? Что должно произойти. Да, что должно произойти, чтобы мы разошлись. Я, наверное, пару лет вот так задавал этот вопрос, а потом понял, что эффективнее его задать следующим образом, дать упражнение. Я на партнерской сессии сажаю вот так, ну, сидят два партнера или три партнера там, и я говорю, сейчас вы пишете письмо, которое никогда не отправите, оно о том, почему вы расходитесь с вашим партнером, при этом оно наполнено любовью, благодарностью и уважением. Вы как бы пишете письмо, типа, дорогой Максим, пришло время нам расстаться, с вступлением пришло время нам расстаться, не важно, но важно, что почему. Потому что ты, и вот в этом весь сейчас будет интерес, что каждый партнер пишет, где та красная черта, через которую ты переступил, что он принял решение разойтись. Потому что чаще всего у меня я получал достаточно банальные, очень тяжко преступные действия, типа, он меня там предаст, обманет, заберет весь бизнес, все такое. Из-за этого тоже, но кажется, что там красная черта на самом деле проще и быстрее достигается. И вот в таких письмах люди пишут обычно, когда ты вообще перестал меня слушать и перестал со мной советоваться, я перестал чувствовать собственную значимость принятия решений, например. Бывают, пишут, когда ты тотально зазнался и понял, что ты суперзвезда, и вообще перестал, мы перестали с тобой ежедневно или еженедельно созваниваться. И когда ты вот это письмо пишешь, еще раз я его говорю, что эта бумага, вы ее никогда не отправите, мне не хочется, чтобы ее отправляли. То есть мне, я не хочу к этому приблизить как-то, но я как бы периодически встаю в тапки друг друга, партнеры, и я говорю, вот если бы я был на его месте, ваш написанный ответ, мне особенно интересен, а что ты, что именно ты получаешь от бизнеса, вот что ты перестал его получать? И у тебя был какой-то опыт уже в других проектах, в которых ты перестал получать? Потому что, ну, это важно. Вот эта фраза «я перестал получать», его можно сказать «хоп, и завтра я перестал получать». Чтобы сделать это чуть более предсказуемым и как-то адекватным, это нужно любознательно поспрашивать и поинтересоваться, а что ты хочешь получать, что для тебя самое важное? И он дальше говорит, это признание, это там, не знаю, деньги, это власть, еще что-нибудь, короче, какие-то такие вещи. Вот, и поэтому эти два вопроса я бы, как бы, я не знаю твоего партнера и не хочу его защищать, что на него сложный, комплексный вопрос вот так свалился, и он такой, там, у него защитное эго сработало, он начал метафорить через семью и ушел туда, как бы, ты что, скрепы нарушаешь и все такое, традиции. Но базово я бы их разбивал на две части и сказал бы, давай сначала поговорим про то, где твои красные линии, мои красные линии, через которые нельзя переступать. Какую мы сигнальную ракету будем давать, если случайно кто-то переступит? Это про то, что может случиться между нами, что ты не захочешь быть со мной в партнерстве. И потому что обычно говорят, ну, ты своруешь. Он такой, ну, второй говорит, ну, я не буду воровать. Ну, все, тогда не расставимся. Пам-пам, все, погнали, как бы. Это первая часть. А вторая часть о том, если мы все-таки переступили красную черту или не переступили, что-то случилось, даже не связанное с этим, а вот нам нужно разойтись. Давай, спокойно поговорим сейчас и придумаем сейчас максимально подробно, как будем расходиться. Самый популярный ответ, когда я говорю, как будете расходиться, они говорят, цивилизованно. И я говорю, дайте перепроверим. Да, в энциклопеде по партнерству так и написано. Вы молодцы, цивилизованно. Вообще, еще более популярный ответ, это я говорю, как будете расходиться, они такие, тьфу-тьфу. Вот так постучали по столу. Главное, не в суд, да? Ну, они такие, Дмитрий, вы негативщик. И я говорю, да, ну ничего себе. Ну, а проблема-то в том, что на самом деле 100% партнерства расходятся. 100%. Все партнерства расходятся. Просто не все из них в связи со смертью одного из партнеров. Но, строго говоря, из-за того, что наша жизнь конечна, рано или поздно любое партнерство расторгается. Даже если на место этого наследодателя, партнера приходят другие наследники, это другое партнерство. Это может быть тот же бизнес, но другое партнерство. А если оно рано или поздно расторгается, конечно же, нужно поговорить о том, как оно будет расторгаться. Потому что, ну, иначе... Вот это, как бы, иллюзия о том, что мы не будем расходиться, да вы не будете, никто не намерен расходиться. Никто, никогда, объединяясь, не намерен расходиться. Просто я предлагаю найти и отработать, проговорить, проработать, прокрутить в голове некоторый план эвакуационного выхода. Потому что 100 миллионов людей в год в России что-то не каркают, как бы, когда перед взлетом слушают о том, как застегивается ремень, как надевается жилет, что за лампочка там загорается при соприкосновении с водой, как маска надевается. 100 миллионов пассажиров. Со мной недавно сидела женщина, и она такая. Так, мой запасной выход, ближайший, вот там, типа три ряда вправо и вот налево. Ее чуть-чуть успокоило это. Просто от того, что она знает, где эвакуационный выход. И мне кажется, что это вообще нормально обсудить с партнером, что чуть что случится, вот твой эвакуационный выход, вон там мой, и все это прорабатывают и проживают. Есть прям супер партнерства, которые так или иначе, они в хороших отношениях, но они там делали, в общем, бизнес. И сейчас расходятся и разошлись по-человечески. Вообще хорошо, ты в нормальных отношениях. Когда тот партнер все-таки стоит на своем, ну, то есть сейчас вот некий диагноз поставили, это была манипуляция. Но если он там условно стоит на своем, или даже если не стоит, а просто человек в партнерстве, он в принципе приходит к человеку. И знаешь, вот есть такое, что сделать, как сделать, что поговорить, как сделать, можем поговорить сами, можем купить, у тебя, я знаю, есть такие же карточки, как для семьи, для партнерства, да, то есть 100 вопросов партнеров друг к другу. Это как сделать, да? Зачем? То есть опять-таки вопрос, зачем, да? Очень простой, понятный смысл, который идет от сердца, да, то есть зачем мы должны об этом говорить, да, ну, условно, потому что человек может напрячься из-за разряда, а что, что, у нас что-то не так, да? А это все равно, что жили-жили там 15 лет, не обсуждали никакого брачного контракта, а потом раз такой, а как ты думаешь, у меня вот есть акт любви, безусловный, да, и я хочу с тобой обсудить брачный контракт. Какое большое зачем нам поговорить? И, ну, контуры вот этого соглашения, что ли, какого-то? Большое зачем такое, чтобы не конфликтовать. И чтобы конфликтовать конструктивно. Если вы с партнером сядете и задумаетесь, почему вы конфликтуете, то вы придете к выводу, скорее всего, что вы конфликтуете из-за того, что у вас просто разное понимание нормы. Дело в том, что, как бы, мой опыт подсказывает, что конфликты происходят не из-за того, что реально вот он плохой, а ты хороший или наоборот. Это же не так. Это происходит из-за того, что у нас разное понимание, что есть нормально, потому что у нас есть разный опыт. И это суперправильно. Вообще говоря, очень важно, чтобы у нас возникали разногласия, потому что если у нас с тобой в партнерстве нет разногласий, значит, кто-то из нас лишний. Если мы по всем вопросам сходимся, то как бы это означает, что при принятии решений у нас нет вообще никакого расширения точки зрения. И поэтому разногласие это нормально, но разногласие, которое не выявлено, то есть ты как бы со мной не посоветовался о чем-то, что-то сделал, и это уже сделано, я прихожу и говорю, а это кто сделал вот так? Ты говоришь, я. Я говорю, а руки из какого места у того, кто это сделал так? Вот смотри, как можно было сделать. Ты видишь в этот момент, что правда можно было сделать лучше, но ты такой преисполнен в этот момент гнева, обиды, еще чего-то, говоришь, тварь, во-первых, как бы откуда я знал, что у тебя есть вот этот темплейт, я бы сделал, ну там ты презентацию сделал, например, я говорю, так смотри, вот у меня шаблон есть. Ты говоришь, вот ты урод, я просто все выходные делал это про себя. Так, почему ты не взял на себя презентацию, там еще что-то, еще что-то, да? У тебя много вопросов в этот момент. Я в этот же момент такой, он решил здесь захватить власть, он здесь как бы, понятное дело, он просто один в семье, у него нет братьев и сестер, он всегда привык быть эгоистом. Я навешал тут же ярлыков, штампов и, короче, всего остального. И дальше мы или как бы ты такой, ну да, да, действительно, давай этот шаблон. Ты взял этот шаблон, но у тебя много как бы неразрешенных вопросов. У тебя, знаешь, как этот мультик был про эмоции, когда внутри там этот клокочет красный. Гнев, гнев. Да, да, гнев просто бьет в барабан и говорит, давай его тушим. И в этом смысле происходит как бы, я называю это несогласованностью. Не несогласием, а несогласованностью, что мы как бы не успели согласовать. В этом как бы вся штука. И поэтому, вот как только мы первую такую ситуацию словили, кто-то сглотнул, как бы все проглотил, держит эту ситуацию, она все еще под контролем. В этот момент у этого человека очень актуально, чтобы поговорить. И мы надеемся, что второй просто просвещенный. Он там сходил на там демократию еще куда-то. И вот в этот момент они такие, блин, нам надо поговорить. Во-первых, не нужно жить иллюзией, что за один разговор ты обсудишь все вопросы. Просто, ну, партнерская сессия, будь она с модератором или без модератора, это некоторый опыт, я надеюсь, что удачный, который вы положите себе на полочку. Что у нас есть опыт шестичасового конструктивного разговора, после которого мы где-то до 30 договоренностей дошли. Там 25, 30, 35. Этого достаточно. Их всего будет больше, они будут появляться. Но из-за того, что вы когда-то уже поговорили и уже приходили к каким-то точкам из разных позиций, вы исследовали интересы друг друга, как-то приходили, короче, к общему мнению, находили точку, находили третью позицию. Этот опыт уже очень ценен для будущих разных сценариев, которые будут происходить. И поэтому большое зачем в том, чтобы продлить наш союз, продлить через снижение риска деструктивных конфликтов и получение опыта, беседы, когда мы еще в суперхороших отношениях. Потому что когда, если мы много с тобой будем прорабатывать разных вопросов, то когда возникнет жесткий конфликт, и так тоже может случиться, то мы из-за того, что у нас уже есть опыт на тренированности разговора, мы вспомним, слышим, как бы понимаем, знаем, какой ты, когда ты нормальный, я знаю тебя, ты нормальный. Вот там сложилось у нас, мы такие так, трррррр, Макс, давай отмотаем, садимся, короче, снова в бане, снова за чаем, давай, что случилось? Что, давай чуть-чуть разберем эту ситуацию. И если бы у нас до этого никогда никакого такого разговора не было, то с первого раза фиг у нас получится. Абсолютно точно не получится, какими бы просветленными оба ни были, не получится. Потому что мы как бы не притерли наши нормальности, потому что мы не договорились по этому поводу. Я понимаю, что это зачем, как будто бы не звучит всеобъемлюще. Но именно поэтому мы вот такие, такой контент записываем. Поэтому я там где-то выступаю, все время рассказываю. И я нахожу такие примеры, в которых почти каждый узнает себя. Люди в аудитории на всех программах, MBA, EMBA, стартап-академия, практикум, там демократия понятная, она вообще тематическая. Короче, мне кажется, на всех программах бизнес-школы Сколково хотя бы один человек в конце выступления подходит и говорит, 60% все, что вы говорили, это все со мной было. Вы как вообще списали с меня. И я из-за того, что есть люди, которые вот так кивают в зале и говорят, точно, прям так и было. То есть человек, с которым у него такого не было, он так поворачивается, а это его товарищ. Они с ним учатся уже полгода. И он такой, ну, похоже, стоит поверить, что это не вымышленные сценарии, что это не пугалки, что это не какие-то штуки, а что правда так бывает, что один приходит, Максим приходит, мы в партнерстве с ним, например, и он говорит, Дима, теперь с нашими финансовыми будет супер круто в компании. Я говорю, неплохое утверждение, Максим. А в связи с чем? Максим говорит, понимаешь, у меня теща, она работала в Макинде финансистом, а Макинде ушли, и она теперь у нас работает. Я говорю, классная новость, Максим, тут вот какая штука. У нас вообще-то в принципах, что мы не работаем с родственниками, мы не нанимаем их. Максим говорит, а с чего это, вдруг? Это кто сказал? Я говорю, согласен, что, может быть, я это не очень точно сказал, но помнишь, когда мы с семьей встречались, и моя жена говорила, что она хочет работать, я тогда тебе моргал и говорил, что вообще-то мы приняли решение, что мы не работаем. А я подумал, ты просто в шутку сказал, короче, да, был такой разговор, но в шутку сказал. Я говорю, смотри, Макс, какая штука, что теперь, как бы, моя жена, а так как мы общаемся с семьей, она узнает, что твоя теща работает, и она мне предъявит, что я не беру ее на работу. Я говорю, поэтому тебе нужно уволить тещу. Максим ко мне приходит и говорит, Дима, ты когда-нибудь встречал вообще предложение, в котором уволите тещу в одном предложении стоит, как бы, подряд? Говорит, это невозможно, это, я могу себя, говорит, уволить, но тещу я не уволил. Я говорю, Максим, ну, как бы, это мой принцип, я, как бы, я убежден, что наличие родственников портит корпоративную культуру, потому что другие сотрудники, даже если это не так, считают, что мы по-другому к ним относимся, к родственникам и так далее. Ты говоришь, да вот тебе крест, как бы, не отношусь я по-другому. Я говорю, ну, это не менять, ты доказывать будешь, а другому? Ты еще взял себе вертикаль, нет бы ты другим, а кто будет, как бы, увольнять? Ну, короче, много вопросов. Я рассказываю вот эту штуку, они такие, блин, ну, ладно, правда, кажется, кажется, вопрос, нанимаем ли мы родственников, нужно пообсуждать. И он, может быть, мы можем обыскать, нанимаем, нанимаем, супер. Или не нанимаем, не нанимаем, супер. А проблема в том, что нанимаем, потому что я вот хочу, я привык. Я говорю, не нанимаем. И пока мы никого не наняли, у нас есть много гибкости, много степеней свободы, знаешь, как в игре Go. Много степеней свободы, куда пройтись. А в какую ситуацию ты хочешь нанять? Макс, а зачем тебе это нужно? Тебе принципиально мы можем создать какое-нибудь другое юрлицо, другую компанию для тебя просто, для твоей тещи. И пусть она там работает. То есть в этот момент я за тебя. Я как бы хочу решить твою проблему, но не переступив через мои принципы. А в тот момент, когда ты уже нанял кого-то, кого и противоречит моей принципу, в этот момент я защищаюсь. Я не могу быть за тебя. Мы уже по разные стороны баррикад. И в этот момент нам очень сложно будет договориться. Потому что уже есть какой-то третий человек, которому там нанял, ладно, дал взаймы денег. Ты говоришь, надо было дать. Я говорю, мог бы со мной посоветоваться? Ты говоришь, она вернет. Я говорю, а если не вернет? А если вернет? Через три месяца, хоп, не вернула. Ты такой. Я говорю, Макс, ну надо покрывать своими деньгами. Ты говоришь, Дим, сейчас нет. Согласен, что надо, сейчас нет. Я говорю, ну что у нас за бардак, блин. А у меня в этот момент желания сильно копать нет, потому что ты просто отдал бабки кому-то. Я знаю, что ценно там погорел дом у твоей двоюродной тети. Ты говоришь, дал три миллиона, она вернет. Мы не умрем от этого. Я говорю, да я понимаю, но три миллиона, что не тридцать миллионов как бы. И вот из таких мелочей происходит не очень большое желание вовлекаться. А ты потом, ну офигеть, а он не работает на все сто, как должен. Дим, ну смотри, ну такие вот, то есть примеры, которые приводишь, они с одной стороны взрывают. Ты такой, надо подумать, надо поговорить на эту тему. Но мы с тобой можем сидеть 10 часов, и ты за 10 часов вот этих вот вопросов, они же вообще откуда угодно могут. Я тебе больше скажу, мы с тобой на всю жизнь же. Ну да. Ты же не берешь ограниченных сроков. Ты же фаталист. Ты же говоришь, если выступать, то, блин, всю жизнь. Если продавать, то всю жизнь. Тексты писать, тоже всю жизнь. Не-не-не, я уже это самое, я наоборот теперь. Поэтому 10 часов это капля в море, Максим, философствуй. И нам всю жизнь с тобой как бы теперь быть в партнерстве. Не рекламы ради, но просто я объясню, в чем как бы, в чем польза того, что когда я присутствую в разговоре. Снижается градус, у меня вообще нет неудобных вопросов. Я могу задать любые вопросы, там супруги ко мне приходят. Я говорю, что произойдет, если вы разведетесь? И один из них всегда вздыхает облегченно, что кто-то задал этот вопрос. Потому что она или он, на самом деле, нет гендера, там параллони периодически вздыхают разные. И обычно этот же человек говорит, ну мы не думали об этом. А он всегда, он вздохнул так облегченно, типа, ну прикольно, что задал вопрос, где мы этот. И потом мы не думали об этом. Я говорю, так ну давайте подумаем, без драмы, без всякой. Ну так произошло. Вот, ну как вы считаете, вы в бизнесе сможете сохраниться или нет? Или у вас сильно завязано? Они там говорят, не сможем, скорее всего тоже будем делить. Или сможем в бизнесе сохраниться, вот так разделим управление, вообще не будем пересекаться. Ну, нормальный разговор. То есть мне вообще нисколько, у меня нет неудобных вопросов. Я никто, я их вижу первый раз, и может, ну в общем, нет ничего страшного. Я под каждую конфигурацию того, как эти люди до этого существовали, я на самом деле знаю примерно десяток вопросов, которые точно будут попадать туда. Ну, например, они бывшие коллеги. И если один из них был выше, а другой ниже, мне понятны, какие есть вопросы, субординации, которые здесь будут тоже всплывать. Просто из моей насмотренности. И поэтому я могу задать под конкретную конфигурацию, под братьев, сестер, супругов, продюсеры, эксперты. Все ли это вопросы, которые с ними встречаются? Нет, не все. Но это вопросы очень актуальные, которые находят в них как бы духоподъемность. Ого, они нам нужны. И дальше они из-за того, что как бы поучились уже позадавать эти вопросы, дальше они умеют отвечать на все будущие, которые будут возникать. И это нормально. Если хочешь сам пройти этот путь, то, наверное, нужно потратить немножко времени там покопаться, там, не знаю, в моем телеграм-канале, где-нибудь еще. Просто поискать, типа, вопросы для партнерских сессий. У меня много YouTube-видео, из которых тоже можно повыдергивать, вот там, которые мы пообсуждали, ты сам предложил. То есть потратить время на такое небольшое ресерч-исследование, собрать все вопросы и потом прикинуть, вот там, собрал ты, где-нибудь нарыл, не знаю, вопросов 60 на просторах интернета. И ты такой, какие вопросы нам бы актуальные? И партнеру дать то же самое, актуальные. И вот у вас вырисовывается какой-то пул вопросов, которые сейчас актуальны. И сейчас их обсудить, а какие-то пока не обсуждать. Это нормально, они придут чуть больше. Супер, спасибо, Дим. Ну, опять же, я из собственного опыта говорю. То есть, в принципе, когда я говорил, думал даже о партнерствах, мое первое партнерство было, ты не поверишь, это в тройке диалог была книга «Думающего человека». Там было партнерство, ну, как было. Его пытались создать, не совсем, наверное, даже оно получилось, но, тем не менее, вот у меня была некая такая идеальная картинка. И сказал, так, все, хорошо, тройка ушла, я сам сейчас сделаю. Приблизительно на этих началах, да. Не, ну, не поретело, там различные причины были. По итогам последнего, там, болезненного опыта, который происходил, было такое, да ну его нафиг. Что, если партнерство не мое? Сам себе хозяин, хочу, нанимаю. Все сотрудники у меня не партнеры, а просто наемные работники. Я никакой не папочка, никакой не партнер, нет, там у нас никакой дружбы. У меня просто один клиент такой говорит, у меня было партнерство, было с братом. Ничем хорошим это не закончилось, слабак, ничего не может, я там вообще все рулю там дивизиями целыми, да. Я плачу денег на 30% больше, чем рынок, выжимаю вот так вот сотрудников. У меня самая дорогая компания, самая быстро растущая в своей отрасли. И это мое правило, а ты, блин, от этого своей демократии, да, она ничего не построишь. Воздействие таких клиентов есть, и есть такая точка зрения, да. Разочарование болезненное, потому что не было механизмов модели, не было тебя, который бы как минимум можно было бы послушать, почитать, как формировать партнерство. Как быть в такой ситуации, вот как это, с этой точки зрения? Я думаю, что если партнерство не мое, это нормальный вывод, нормально его сделать, если ты профессионально подходил к этому. Ну, профессионально, в смысле, с использованием каких-то профессиональных практик, не совсем просто каким-то своим естественным путем. Потому что этот вывод чаще всего делают люди, исходя из травмы, которые происходят от партнерства. То есть вот у них что-то происходит, они такие, да черт возьми, никогда. Все мужики козлы, все бабы-стервы, не женюсь, не выйду замуж, партнерства никакого не будет. Это же вообще супер классический паттерн. Вопрос в том, как бы, чего ты лишаешься и что ты приобретаешь от этого. Это нормальный вывод, если ты осознанно говоришь, окей, я не хочу делать экстраординарных результатов, я хочу быть там, хорошим стоматологом. Буду делать, потихонечку нанимать, сам буду сверлить, хороший будет какой-то доход. Не вау, не взрыв, но какой-то доход. Я не совсем согласен с мыслью о том, что партнерство всегда приводит к супер экстраординарным результатам. С моей точки зрения, партнерство часто, это ты в самом-самом начале об этом сказал, партнерство часто случается из-за того, что люди не уверены в себе и объединяются в партнерство. И в этот момент такие партнерства не дают экстраординарных результатов, они дают некоторую психологическую заплатку на время, пока вот эта неуверенность есть в бизнесе, а потом как бы эта заплатка как бы на скорости разлетается, и колесо может разлететься к чертям. И в этом смысле, считаю ли я партнерство хорошим инструментом масштабирования и роста бизнеса? Считаю. Считаю ли я, что это партнерство нужно уметь делать и уметь делать профессионально? Тоже считаю. Это как вот финансами руководить, ну, управлять. Нужно ли, как бы, можно ли попробовать самостоятельно? Можно. Какой будет результат? Примерно понятный статистически. Там, есть ли какие-то гении, которые случайным образом как-то там, управляя своими финансами, достигли? Ну, может быть, и есть. Но они статистически выбросы, на самом деле. То есть статистически... И повторить не могут. Да. И статистически, да. И непрофессиональное управление финансами, скорее всего, приводит к негативным результатам. То же самое с партнерством. Нам кажется, что это попроще, потому что финансы, там, типа, всякие графики, свечки, там, вот эта ваша вся штука, в которой, надо сказать, не разбираюсь совершенно. А партнерство, там же, ну, типа, мы же, ну, мы же братья, а что нам, что нам партнерство? И в этом смысле, я думаю, что преждевременно говорить, что партнерство не мое, если ты просто туда заходил, тебя там обманывали, обдуривали, или ты, или они не бежали в дивизии, не хотели руководить, вот этим всем. Это выгодный тебе, достаточно безопасный способ сказать, а я не буду больше пробовать. И нужно в этот момент принять для себя, понять для себя, чего ты лишаешься и чего ты приобретаешь. Если ты приобретаешь спокойствие, у тебя и так миллионы миллиардов и все такое, так, конечно, тебе не нужен партнер, ну, и не надо тогда ничего. Задумайся о том, что наверняка у тебя есть номер два, у тебя есть какой-то консильерий в этот момент, который является неявным партнером, человеком, на мнение которого ты полагаешь и все такое. Работай над этими отношениями, не надо одаривать его долями в этот момент, выводить его в статус партнера, но подумай, если ты работаешь один, скорее всего, есть кто-то номер два, кто является неявным партнером, и работай над этими отношениями, будто бы он партнер, как если бы он был бы партнером. Цени эти отношения, слушай его, разговаривай, нормы как бы соединяй, все такое. Не выставляй его в статус партнера, не выдавай ему доли, при этом наверняка... Крутая история, это реально крутая история, потому что даже на курсе была причина, почему люди становятся партнерами, потому что, опять-таки, партнерство, это же некое, вот сейчас у людей, которые смотрят, это некое такое широкое понимание партнерства, то есть братья решили вместе, не знаю, фермерством заниматься, мы партнеры. Опять вопрос безопасности, объединение неких таких чисто суммируемых усилий, которые просто сумма дает две разные части, ну не больше, дает спокойствие больше условно. Один заболел, да, там слег, второй поддерживает. А есть партнерства, которые имеют некий синергетический эффект, действительно, да. И здесь получается очень хорошее замечание из разряда, что я сам все делаю, сам всем этим руковожу, набираю персонал, который выжимаю, который работает, который дает такой результат. И очень хороший вопрос вот здесь вот может возникнуть, да, а кто у тебя тогда руководитель HR, который тебе набирает таких людей, которые позволяют, несмотря на то, что ты вроде бы больше платишь, выжимать, делать этот результат. И у тебя ротация очень большая из-за этого идет, но тем не менее у тебя бизнес растет. Может быть тогда и действительно то речь про консильерий или какой-то там человек, который он все равно в бизнесе есть, но ты его просто в своей авторитарной какой-то картине мира, да, что я вот сижу всем управляю это дело, не считаешь его партнером, но при этом весь бизнес может очень серьезно потерять, если этот человек уйдет, да, и никто не сможет заменить его на этой роли. Да, он не на твоей орбите, тебе кажется, что он не партнер, но на самом деле тот результат, если ты очень доволен результатом, тебе не нужен партнер, ты считаешь, что ты один, подумай, а если все будут отсутствовать, вот как бы все так же продолжится или нет. Может так и продолжится, мы не знаем. Но если вдруг не так, то найди тех людей, которые как бы являются ключевыми звеньями и работай с ними, как если бы они были бы партнерами, слушай их, уважай их, давай им значимость в той форме, в которой они требуют этого и, в общем, работать с ними. Смотри, следующий вопрос, расхождение партнерства все-таки. Какие схемы расхождения есть, какие присутствуют на основе своего опыта, каким образом решается, да, ну то есть у меня получается, опять же, по PCM это упорный, и вот эта вот история по справедливости все должно быть честно, порядочно, цивилизованно. Вот эта вот история, которую я рассказал, тоже цивилизованная, у меня даже сейчас есть определенный конфликт такой, причем он такой тлеющий, тлеющий, тлеющий уже года полтора-два. Не дай бог не разойтись, да. После общения с тобой, да, тьфу не разойтись. И здесь получается, каким образом происходит решение вопросов, когда говорим, ну все, не договорились, да, то есть не смогли. У нас получается просто диалог был первый, что люди сейчас в партнерстве, или они планируют создать партнерство с целью быть более эффективным, производительным, создавать больше ценности, и для них мы проговорили, то есть им уже будет понятно. Наверняка есть такая категория людей, которые сейчас уже находятся, или они как минимум подумают, а может быть реально поговорить. Второй вариант, может быть действительно Диму привлечь в качестве модератора и пообщаться. Третий вариант, нет, все, все вот решено там, любви никакого нет, доверия никакого нет, он украл, подставил, спер, дал в долг. Да, да. Дружбанную деньги не вернул, а мы теперь в банкроте из-за этого. Слушай, смотри, здесь важная штука, что я перед тем, как буду рассказывать о том, как расходиться, я должен сказать, что не очевидно для многих, что расход это всегда очень сильная убыточность. Убыточность в моменте, потому что на самом деле, когда наше общее предприятие, оно как-то работает, и если мы его делим на два, нам кажется, что оно просто вдвое меньше денег будет приносить, например. Но строго говоря, это не так, потому что, во-первых, у нас есть какие-то общие расходы, скорее всего, какая-нибудь управляющая компания, которую мы как бы держим двумя вот этими модулями, и когда мы раздвоим, то у нас увеличатся расходы по управлению в каждом модуле. У нас могут быть какие-то наработки, опыт, ошибки, которые мы перенимаем и быстрее обучаемся, быстрее развиваемся. У нас возникает конкурент дополнительный, да. И, короче, это важная штука, что расход на самом деле всегда даст финансовый результат хуже, чем вы оцениваете, потому что есть много невидимой работы, невидимой пользы, которая делается как бы вообще каким-то неожиданным человеком, который окажется не в твоей команде после расхода. Это важная штука. Если тяжелая ситуация, я ни в коем случае не рекомендую первым делом расходиться, потому что это как бы катапульта финальная. После катапульты ты уже обратно как бы в самолет не залезешь. И в этом смысле ее нужно дергать, когда уже все, все как бы инструменты... 150 метров до земли остается. Ну да, там в какой-то момент критический. При этом важная штука, что вот, ну, я не без осуждения про тлеющий конфликт, но на твоем примере у таких очень много на самом деле. Когда, ну, типа, я там забил уже, я забыл, я делаю другой проект, у меня там что-то существует, не существует, потом она взлетает, ты такой, ничего себе, а я вообще-то акционер. А я тебе говорю, слышь, акционер, иди отсюда. И, ну, в общем, и вот эта вся драма этой ситуации в том, что и самолет пикировал, никто и катапульту не дернул, как бы, и забили. С моей точки зрения, его нужно прорабатывать, прорабатывать. Берете в Яндексе, пишите, даже не Дмитрий Грица, типа, бизнес-медиатор. Ищите просто человека, который вам нравится внешне и в вашем городе живет, и который сядет, послушает и структурирует вашу беседу, уберет эмоции, соберет повестку разговора, и попробуйте вы состыковаться в этих решениях друг с другом. И составит вам медиативное соглашение, в котором вы хотя бы по одному, по двум, пусть не по всем, но по каким-то вопросам разногласия и сойдетесь. Я убежден, что это правильно, что эту пикирующую машину нужно вытягивать, а вытягивать ее можно только вдвоем. Просто я не хотел бы, чтобы, знаешь, зрители такой быстрый вывод сделали, да, все, короче, все тлеющее, будем рубить. Это не так, надо делать. Нужно попробовать там спасти еще что-то, ампутацию никогда не поздно. По поводу инструмента расходов, я бы использовал следующий. Ты берешь, выписываешь вместе со своим партнером, ну, по очереди, или в смысле каждые по отдельности, потом соедините, выписываете все ценности, которые есть в общем бизнесе. Сайт, домен, сайт в смысле ее наработка, там, количество пользователей, там, что еще, что есть, я не знаю, какие-нибудь базы данных клиентов. Вот, допустим, это общее. Я написал, ты написал, сейчас для быстроты, короче, мы заканчиваем, то мы считаем, вот мы согласились, у нас есть перечень ценностей. И ценностей не в смысле, там, уважения, честность, а ценностей трежа, как бы, драгоценностей. И мы смотрим на них. То, чем я могу владеть, ну, чем ты или я могу владеть, в одну столку, то, чем мы не можем владеть, а можем только как-то попробовать повлиять, в другую. Я объясню. Вот эту другую, это, например, клиенты и сотрудники. Мы не можем ими владеть, мы не можем поделить, тебе вот этот сотрудник вот по эту линию, а тебе мне эти. Потому что эти сотрудники могут перейти друг к другу, и мы никак не можем на это повлиять. Сотрудники туда уходят, клиенты точно так же. Мы, по идее, можем сказать, давай ты будешь с этими работать, с этими работать, но в 95% случаев клиенты сами выбирают, они могут уйти от тебя ко мне или наоборот. И поэтому сотрудники и клиенты это то ценное, что есть, но не база данных клиентов. База данных мы можем использовать там, просылать рассылки, все такое, кому угодно, как договоримся. А вот прям, если у нас есть конкретные клиенты, какие-нибудь у нас там B2B, хороший контакт и все такое. Мы их убираем и мы там должны договориться по вот этим активам, которые нам не могут принадлежать. Мы договориться о правилах поведения, о том, как мы считаем справедливо вести друг друга. Ну, например, давай договоримся, что мы для сотрудников, если мы расходимся, то мы проводим одну встречу, Zoom там или живую. Каждый из нас, не знаю, до получаса выступает с какой-нибудь презентацией, куда идет дальше. И мы объявляем о том, что мы не будем хантить никого по одному, а сотрудники сами могут принять решение. При этом сотрудники кому-то из нас могут назначать встречи, но мы сотрудникам не можем. Это означает, мы не хантим. Это просто наша договоренность. Ты можешь сказать, не, мне это не нравится, ты предложишь другую. Короче, мы договоримся о каких-то правилах этического поведения нормального. Поэтому по клиентам тоже мы можем договориться о каком-то письме, который мы пишем на все e-mail или все эти. Говорим, вот наши контакты обоих, тут с кем хотите. И это на самом деле очень круто, потому что клиенты это ценят. Потому что означает, что ты умеешь расходиться, ты вообще цивилизованный человек. В случае экстремальной ситуации, ты есть как бы на что опереться. И вторая часть активов, это которую можно поделить. Она очень простая. Мы случайным образом, монеткой, определяем, кто будет делить вот эту кучку. Допустим, ты. Ты делишь ее в две разные кучки, а я выбираю, кому какая. И все. Как на охоте, коллективно. Тут такая штука, что я туда бы добавил еще деньги. Ты можешь еще, так как кучки могут быть неравны, ты можешь какую-то кучку доложить денег с какой-то рассрочкой, чтобы быть готовым это заплатить. Но и получить. Этот частный случай является таким инструментом, который называется в корпоративных юристов русская рулетка. Когда я пишу, за сколько твою долю готов купить, ты смотришь этот листок и принимаешь решение, ты покупаешь или продаешь по этой стоимости. Это просто, ну, как бы это все связанные штуки. Ну, то есть вот эта пиратская русская рулетка является, в частном случае, пиратской дележки. Мы опять видим в начало ответа, что лучше не расходиться. По-хорошему не расходиться. Как я сейчас понимаю, я очень благодарен за эту беседу, да, то есть зачем вести такой разговор. Это уменьшение конфликтов, конфликтных ситуаций и легкость последующего их разрешения. То, что не прозвучало, но, по крайней мере, появилось у партнера, с которым мы пообщались, он все-таки на этом настоял, это элементы безопасности. То есть, когда это тлеет и есть определенная неопределенность и не понимаешь, ты партнер, ты не партнер, ты инвестор, не инвестор, ты сотрудник, ты какую-то зарплату получаешь, вообще каким образом формируется доходная часть твоего дохода, да, если это там не равнозначный партнер, а, допустим, какой-то ассоциированный партнер, да, у него, соответственно, вот эта вот неопределенность, он не понимает, его вообще вышвырнут, не вышвырнут, и есть ли у него право там что-то как-то отставить, потому что юридических документов вообще никаких не было. Поэтому очень важен еще вопрос, зачем это помимо конфликтов, конфликтной ситуации, на мой взгляд, да, это вопрос вот этой вот безопасности, стабильности, которую ты имеешь, то есть есть какие-то определенные правила, по которым мы действуем в случае, если что-то идет не так. Очень важно, что прозвучало в нашем диалоге, это сигнальная ракета, мы, правда, не оговорили, каким образом она выглядит, да, то есть где-то это стоп-слово у кого-то, да, то есть каким образом она выглядит, назначаются встречи, это каким образом сигнализируется, что происходит. Может быть, это следующий предмет к разговору. Ну и что даже сейчас понимаю, что вот в распавшихся партнерствах человек реально как специалист, то, что он сделал, я реально это очень сильно ценил, но и есть люди, которые приходят и которые спрашивают, а есть ли такой специалист? И у меня получается есть, но это, наверное, обида, то есть то, что все-таки отношения не сохранились, да, то есть в итоге как бы разошлись и в этом случае тоже получается, что человек просто элементарно мог получить бизнес, да, то есть мы бы уже не могли ничего совместно не делать, но при этом он бы мог кого-то рекомендовать, я мог бы кого-то рекомендовать. Но опять же, из-за того, что не было отношений, разошлись, у человека внутри, я понимаю, тоже была обида, и первым делом, что он сделал, он пошел к конкурентам, он пошел к конкурентам и сказал, я вот был там, продюсировал вот его, вот у нас такие вот результаты, давайте я буду делать и вам то же самое, да, то есть и у нас еще там окончательных договоренностей не было, как только я это узнаю, я такой говорю, come on, ну все, ну это вообще ахтунг, это неправильно. Соответственно, произошло некое такое расхождение. Спасибо большое, Дим, очень полезно, каждый твой приход, он прям, ну понимаешь, сколько много работы, мне почему-то вот страшно, да, когда звучит 6 часов партнерская сессия, 30 договоренностей. 6 часов ему вся жизнь, вся жизнь не страшная, а как бы 6 часов страшная. Контракты, всегда контракты, тоже не сказал об этом, да, считаю в партнерстве история, пока притирка, да, то есть обязательно должен быть период до, того, как делается предложение и создается полноценное партнерство. Все-таки период, ну в моей, представление в моей картине мира, в российских реалиях, с которыми я сталкивался, наверное, один год, да, то есть годовые контракты, 11-12 месяцев, как аренда идет, ну то есть из разряда объединились общие идеи, ценности, миссия, предварительно договорились, двигаемся, а через год уже переходим к какому-то более подробному партнерству. Что ты по этому поводу скажешь? Да, мне кажется, что я бы здесь не временем мерил, а скорее результатом, я бы делал какой-то небольшой проект законченный и смотрел бы на человека в этот момент, то есть делал бы, не знаю, не на всю жизнь про форумы все договорились и про все, а сделать один форум, сделать одно исследование, сделать какой-то один проект и посмотреть на человека. Если этого достаточно, вы друг друга на друга посмотрели легкие и недостаточно, сделали еще какой-то небольшой проект. То есть, мне кажется, просто год, это достаточно много, чтобы кто-то посвятил свою жизнь, просто сказал бы, что вот сейчас год отдам. Ну, например, у меня мой товарищ, у них венчурная студия, и у них классика, они три месяца работают над проектом, он полностью финансирует это. В конечном итоге там, он говорит, что вот мы три месяца работаем, никто никому ничего не должен, в течение трех месяцев могут разойтись. Каждый может использовать результат наработанного, если он общий код или еще что-то, он говорит, мне главное, что я могу использовать, если мы там не сходимся. Ну, вот три месяца, там, у него есть правила этого тестового периода, реального такого, и это нормальная, как бы, штука, мне кажется, год, ну, в общем, у всех по-разному, наверное, но я бы мерил скорее, как бы, закрытыми результатами, да, да, проектными штуками. Я бы, знаешь, мне кажется, на будущее оставил про безопасность, мне кажется, важно поговорить о том, как, ты когда говоришь, зачем проговаривать, вот зачем проговаривать, мне кажется, что это снизит конфликты, а зачем записывать, это как раз увеличит безопасность. Мы про записывать не говорили, вот, мне кажется, про записывать отдельно поговорить, про сигнальные ракеты нам отдельно надо поговорить, тоже вообще суперлегко, я понимаю, просто тогда трехчасовая беседа будет. В общем, еще какие-то вопросы, если вы напишите в комментариях, чего еще интересует про партнерство, то мы с удовольствием с Максимом пообсуждаем это. Да, Дим, спасибо огромное. Я думаю, мы тоже ссылочку оставим на твои ресурсы, на телеграм-канал, что будет интересно. Супер. Спасибо.